Ку-ку-чу-ку-чу-ку-чу-ку-чу-ку-чу-чу-ку-чу-ку-чу-чу-ч. Вот это дядя Володина, третий этаж. Это хорошо. Да, это очень страшно. А он старше тебя? Да? Нет. Или младше тебя? Старше. Младше. Ну вот, сегодня мне загуляю, хребетишек дали. Ну что, первым делом оказался тут отец, Саша благословил. Ну пошли пообедали, позавтракали. Татьяна наварила манной кашей, я ей не знал, что она так понравится, надо было больше заказать. Но они спрашивают меня сейчас, Агния, я не могу понять, спрашиваю, она говорит про манную кашу, я говорю, вы еще учиться кончили уже в школе? Она, нет, это опять манная каша, это мама говорила, во сколько приедет? Нет. Кое-как я понял, говорит, манная каша, каша еще есть, нет, спрашивает, да нету, съели. А она еще сварила рыб, рыбный суп, ну тоже поели, вот. Ем тут интересно. Ну потом на занятиях маленько побыли, поиграли, на качелях, пришли ко мне в комнату, когда все разошлись. Ну а тут что, мне охота отдохнуть-то, подремать-то, ну как, надо, чтобы не заставлять их, а чтобы они сами что-то делали-то. Ну вот на столе еще лежит, Агния очень интересуется, и говорит, что-то, кое-как я понял, что рисовать охота. Ну я дал бумагу, карандаш, она стала рисовать. Ну она рисует, а что рисовать-то? Я сел на койку, рисуйте меня. А потом на полу положил фанерку такую, чтобы им было удобнее, они рисуют. Но мне-то охота глаза закрыть 15 минут где-то, я говорю, давайте-то самое трудное рисовать глаза. Я глаза закрою, а сам, как бы это, ну надо мне отдохнуть, заснуть. Я лег, и там ящики, я на ящик голову положил перед ними, ну и давайте, рисуйте, у меня глаза закрытые. Ну, да немного нарисую, а они минут через пять уже нарисовали. Нарисовали, говорит, маслом. Ну что, не получилось у меня так это, чтобы они мне рисовали, а я глаза закрыл, я объясняю, что это позировать назначает. А им это не надо ничего, тут движение надо. Вот они увидали койки, а может нет тут, на мои койки тут все в кучу сбили, я поправил. Они меня интересуются, что поправляете койку-то, делаете как. Надо, ну вот это у меня, да, поправляю я. А тут у меня на койке интересно такое. Тараси, а ну-ка вдвоем слезьте, покажите какое-то покрывало мое. Возьмите за края, покажите, а потом залезете. Я объясню его. Ну-ка давайте потихоньку с третьего этажа, не упадите. Потихоньку. Давайте. Вот он Тараси. Это Тараси Загуляев. Вот, там Агния за ней, а у нее сестра Ливия есть, и старшая, и средняя Леонида. О, вот так. Потихоньку не упади, здорово, им лазит, им приятно. Теперь покрывало возьмите за два конца, сейчас подожди. Агния, не упади, потихоньку. Она девчонка-то ловкая. Держись руками, ногами все как положено. Давай, не бойся, держись. В ногу другом. Вот так. О! Она как матрос в полосатой тельняшке. Вот он где, видишь, какое дело. Так, а ну-ка давайте покрывало возьмите за два конца. А я разъясню, что там нарисовано. Вот они, вот так поднимайте, и вот так держите. Ну-ну, поднять можно повыше. Поднять. Я сейчас свет включу, чтобы маленько побольше было видно-то. Вот. Видите, я не знаю, вам видно, нет, так держите. Это олени скачут. Олени. Вот. И волки догоняют их. Вот я отойду подальше. Вот смотрите как. И один вознится, а другой стреляет. Я на это написал стихотворение. Что это обозначает. Вот оно как. И они пока рассказал им это дело-то, одеяло расправил. Обернулся назад, одеяло в кучу. Так, сейчас расстелите на место. Хорошо. Замечательно получилось. Так, они вот, Агни, видишь, что у меня вверху он-то висит-то. И спрашивают, а что это такое? Вот это вот болтается-то. Я ей объясняю. Вот они, видишь как. Ребятишки-то не мертвые, живые. Они любознательные. О, так это упало одна. Ну ладно, я ее возьму. Она показывает, что здесь такое. А я объясню, что такое. Я все на всем экономлю. И у меня, когда холодно, я в грелку наливаю воды. Так, расстилай колодом поровну. Ну а грелку-то как? Положь, она течет, и матрас все пропитана. Я тогда ее вертикально ставлю. За горлышко поднимаю. Ну а здесь у меня в одеяле дырочка, веревочка. И она вот сюда вот привязывается. И она там внутри стоймя стоит. Грелка-то. Чтобы она меня не промощила-то. Ну а нынче-то нет, я в бутылку был. Вот она, я теперь... Меня все тут распетрушили. Вот она как. Ну давайте, давайте. По кровати полазьте тут. Ложитесь, отдохните маленько. Вот это с этой стороны. Только это... Вот здесь у меня этот градусник. Его не задень. Градусник здесь. Вот он, градусник. Старайся не задеть его. А ты с той стороны лучше залазь, где есть. А с этой у нас не лазят. Там лестница. А тут ты просто грохнешься и скажешь, не досмотришь. А там потуда не надо. Там не положено. А вот тут положено. Вот давай. Агне, только держись хорошо. Тарасий, он замечательно лазит. Молодец. Мы в деревне там по деревьям лазим. Лазит лучше лазит. Да, на деревья даже. Мы даже на крышу. Я потом что говорят, я потом разберу, а где, когда буду прокручивать. А обычно собрание, когда идет, кто еще. А у меня аппарат сегодня там что-то выпало. Батарейка кончилась. Ну и хорошо. Я его беру, когда действительно нуждаюсь. Вот оно где. Видите, как это сколько у нас было, я сразу не хватился заснять на память-то. На улице, как машинки там катали. Ну там такое. Но вот здесь-то у меня, видите, как это, палати у нас называется. Или нары. У людей нары ассоциируются вроде с чем-то в заключении. Ничего подобного. А это мне дали, ну что их угощать-то. Я наложил, что это, анжир, грецкий, вот это грецкий орех тут есть. И вот это, я не знаю, какие-то орешки такие, земляные или какие-то такие с тручками. Земляной орех. Вот они тут бегают им, это интересно. Это нам на дорогу дали. Распечатали. О, видишь как, Тараси, замечательно. Я не знаю вас, что я типа так упаду. Ого, прыгать не надо, так можешь повредиться. Если жарко, сними себя в костюмчик. У нас в комнате сегодня тепло. У нас по-уличному. Мы помолились. Она у меня Агния увидала. Возьми в руки эти щетки. Вот щетки. Вот посмотри как. И она говорит, а что это такое? Видно, что по щеткам не молятся. Я показал, разъяснил. И мы повторяли. Давай еще раз повторим. Псалом 118. Псалом 118. Стих 164. Стих 164. Там написано так. Семикратно в день. Повторяйте. Семикратно в день. Прославляю тебя. Прославляю тебя. Повторяй, Тараси. Прославляю тебя. Прославляю тебя. За суды правды твоей. За суды правды твоей. За суды правды твоей. За суды правды твоей. Да. Семикратно в день. Прославляю тебя. За суды правды твоей. Вот она как. Ну ладно. и мы молимся я показал как она и дело делается вот так вот смотри на большой палец вот так вот на на средний кладешь а вот это вот перебираешь большим пальцем ну-ка давай средний на среднего ты палец нет нет на тут на на пониже на 1 на 1 по нене пропусти вот сюда вот вот так вот держи его прижимай а вот этим вот пальчиками то вот этими. Вот так по одной его пережимаю. Вот так вот. И она пойдет у тебя. Вот. Учитесь. Вот она где. Семикратно в день, чтобы Бога славить, чтобы душа была на месте. Вот он как. Вот я уже маленький был. У батюшки крест батюшки на зуб пробовал. Даже с собой. Видишь как? Вот сейчас пройдет маленькое время. Мы еще раз помолимся. Вот. Они дома, видно, не знают про это. Потому что для них все оказалось в удивлении. Я говорю, три святоя и сто поклонов. Видишь? Она пока кисточкой играет. А потом она научится и будет молиться. А там крестик. Вот я его всегда как беру, так поцелую его. Вот. Видишь как? Это очень удобно. Я еду дорогой молимся мы везде. Где только мы бываем, везде молимся. Прославляем Бога. Я оттуда могу прыгнуть. Прыгать не надо. Как тут? Вот. Смотри. Вот так вот берешь. Вот на большой палец на этот, а потом вот так по одной. Вот так вот. Вот смотри. И вот так вот пальчиком передвигаешь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешеного. Она лежит как бы на пальце. И я ее по одной перегоняю. Ну-ка попробуй. На левую руку. Правой креститься придется. На эту руку клади. Где? На левую. На левую вот сюда вот. А вот все, зажимай. Теперь по одному пальчику вот так вот давай. Вот так вот перебежай по одному. Вот так, по одному. Вот, у тебя получится. Ну, будешь молиться и молитву. Отче наш, Богородица Дева, радуйся. Вот это вот будешь сколько раз. Зеленую. Ну, это необходимо просто учиться. Да, да. Реже хочу. Вот как. Вот мы сегодня побыли немножко тут. Воскресенье сегодня, 18 мая 2014 года. Вот они их на день, ну не на день, а после уже, после моления. Оставили ребятишек. Я сниму. Вот это у тебя что-то спина все время голая. Надо маечку нижнюю подтянуть, чтобы она не оголялась. Ага. Или подлиннее маечку потом взять надо будет. Вот Тарасий уже слазит сам. Ну, все. Агния тоже захотела, наверное, полезть. Давай. Да, не упади. Это, конечно, до Луны ты будешь ближе, чем на полу. Ну, ненамного. Так и человек праведный и грешный, немного разница. А когда праведность от Бога, вот тогда это все видать. Вот. Ну, давай, Тарасий. Лезь. Видишь, как хорошо. У нас комнаты маленькие. Они у меня везде разбиты на три яруса. Это очень удобно. Только близко к краю не подходите, чтобы не упасть. Давай. Вот. Это вот комната. Кухня. Кухня. Это все у нас еще сейчас мы собираем с собой. Вот это второй этаж. Тоже заполненный тем, что дают. А дальше там всякое. Это третий этаж. То есть и там, где в церкви, в детской, там тоже в три этажа у меня. Вот. А с ними пока здесь я занимаюсь. Одновременно у меня уже в ужате прошло собрание. И это... Поставил. Сейчас идет загрузка занятий. Не знаю, что-то у меня не ясно тут так. То ли я что-то не так делаю. Не знаю даже. Слезай, Тарас. Тебе не страшненько? Ну, конечно. А мне нет. Ну, слезай, слезай, слезай. Потом ты и дали. Вот так. Пожалуйста. Вот она сама натолкнулась на четке. Спросила. Тут я ответил. Сами решили рисовать. Но этим случаем уж я воспользовался. Чтобы рисовали меня с закрытыми глазами. Я лежу на полу. И так голову приподнял. Облокотился, как обычно, чтобы не лежать, а полулежа. Думаю, пока они рисуют меня. С закрытыми-то глазами я показал. Легче рисовать-то. Я маленько хоть передохну. Да не тут-то было. Тут, видишь как. Они штурмуют во всех направлениях. Вот так поясок у него. Все как положено. Надень его ровненько. Протяни. Тараси. Давай покажем рисунок. У него друг тут, дробот Нестор. Это рисунки? Нестор. А это улучшительное стекло. А вот бумага, которую рисовали, вот она у меня лежит. Вот здесь ваша. Берите там. Если будете рисовать, рисуйте. Вот так. Давайте. Ну. А вот эту доску положи на туда ее. Вот этой стороной поверни. Ну, я понял. Другую рисуйте еще что-то. Берите еще. Мы хотим показать. Карандаши я вам дам. Мы хотим показать. Вот она. Держите. Да. Хорошая. Вот. Добро. Добро, добро, добро. Бери карандашик. Так. Одну сестренке отдай. Бери. Вот этот красный. Пускай учатся рисовать. А который большой, он где? А, большой, который карандаш-то? Угу. Он вам понравился, оказывается. Да. Да. Это строительный называется. Вот он. Строительный. На, держи. Вот так вот на ухо зацепляй. Ну, ладно, давай. За ухо уже. Вот все знают. А на этих детей смотришь и плакать хочется. А бумага, вот она прям. Переверни другой стороной бумагу-то. Выверни ее там. Там еще внутри есть. Во. На, выгони ее. Да, там маленечко что-то видать на ней, но это не важно. Вот так. Как газета, да? Да. Что их ждет, этих детей? Какая погода. Выдержат они, не выдержат. Мир поглощает буквально все. А дети видные такие. Ну, с малых лет они все слышат божественное. Так. Ну-ка давайте. Так рисуй. Вот. Вот. О, да ты быстро, потихоньку рисуй. Медленно рисуй. Красиво. Чтобы настоящий рисунок был, а не абы как. Вот. Тебе, Тарасе, уже сколько лет? Мне? Это восемь. А, Агни? Агни пять. Шесть. Шесть. А, да, шесть. Шесть. Вот она помоложе тебя. Так что ей потребуется твоя защита. Учись. Чтобы ты был ведущий. Где еще она не знает, а ты подсказывал. Подсказывал, потому что ты брат и притом старший брат. Ну, а те две сестры старше тебя. Один вот есть новенький листик? Так, что хотел-то? Листик. А? Листик. Листик. Да у нас сколько хочешь этих листиков. Вот, смотри, я тебе дам листик сейчас. Такой большой листик дам. Тебе его никогда не изрисовать даже. На. Во. И Агни, если надо, вот еще дам листик. На, новенький большой лист. Вау. Вот, разверни его. Ну-ка разверни, покажи какой он. Вот. Сейчас хватит. Во. Давай, рисуй на одной. Там только. У нас бумаги хватает. Талантов только. А тут серая. Маловато, надо развивать. Только рисуйте медленно, чтобы похоже было. Давай, одну я уберу. А этот только ромашку возьму. Давай. Лишние бумаги я все это уберу. Потому что надо экономить. Хоть и много, но нам много это все равно надо учиться экономить. Вот. Это моя голубка, которую я показывал. Убез я ее в потеряевку. Потому что мы выезжаем. Как голубка? Как голубка? Все, рисуйте. А что рисовать-то? Ты не знаешь, что рисовать, да? Нарисуй дерево, листики и солнышко. Только сделай пополам лист еще раз, перегни. Ты шибко широко раскинул-то ее. Ну, брат ты мой, он замахнулся шире двора нашего. Ты все застелил это. Слушай, сверни ее пополам, перегни вот в этом месте. Вот здесь вот, перегни. Я хочу большую картинку сделать. Ну, а тогда на одном переверни. Согни вместе, вот так вот, вот в этом месте. Вот, и теперь попал. То негде, огни-то рисовать негде. А я могу на полу вот тут. А тут нельзя рисовать. А тут, видишь, мягкая, она сразу продавит. Карандаш прорвет. Не получится. А можно на полу вот тут? Да можно. Ну, только там куда? Вот здесь вот рядышком. Да вот сюда, вот, вот сюда. Чтоб ты на ковре лежал. А здесь можно. Вот давай. Потому что тут линолеум, и он чистый такой. Не торопись только, чтобы настоящая картина у тебя была. Что тут огни делать? Вот, не торопитесь. Рисуйте художество. Удробот Андрей сам рисует. И ребятишки. Просто прям нарисовали Володю. Даже похожий, кажется. У меня художник один у нас. Он по клеточкам рисует. Все же из иконы. Ну, начал рисовать не получается. Я говорю, давай на обруч мою голову закрепим. А потом свет. А ты тень обведешь на бумаге-то? Ну, а дальше-то здесь. Уши-то можешь подрисовать. Ну, все, пока.